Привет, друзья! Хоу-хоу-хоу! С наступающим Новым Годом! Дорогие мои, сегодня мы обсуждаем очередную тему. Я недаром стою на фоне вот этих всех великолепных приправ. А это самое главное, потому что, в общем-то, вот это самый главный знак того, что Рождество, Новый Год, Ханука уже здесь. Итак, вот эта вот приправа центральная, которая вообще только может быть для зимы, Нового Года. Сегодня мы поговорим именно об этом, о популярных приправах во время Рождества, Нового Года и зимнего периода, в принципе, даже можно сказать зимне-осеннего. Поэтому, если вам это интересно, оставайтесь, так как я для вас даже приготовила вот такую заготовочку интересную. I ate Santa's cookie. Хэштег No Regrets. Оставайтесь. Друзья мои, вы знаете, мы говорили с вами о ассоциативной памяти, когда мы говорили с вами о музыке, когда я делала такое свое откровение и рассказывала вам о музыке, о том, что, в общем-то, это действительно то, что вызывает у нас больше всего ассоциации, правильно, в нашей жизни, это музыка. Так вот, сегодня можно сказать второе такое действо, ассоциативная память, которая включается, когда мы с вами говорим о запахах, а точнее, когда мы их чувствуем, когда мы их нюхаем. Ведь у всех, по-моему, я думаю, даже однозначно, без каких-то сомнений, мандаринки однозначно ассоциируются с Новым годом, да, особенно, если мы говорим про нашего человека, да. То есть, все-таки, вот это вот все, нейрончики какие-то, вот это все связано. Поэтому, конечно, я не могла пройти мимо этой темы в наш рождественский декабрь, в наших тематиках, которые мы обсуждаем. Поэтому сегодня я вам хочу рассказать о приправах, которые, в общем-то, самые популярные для Крисмас Тайм. И вам дам три рецепта. Вы что думаете, просто так? У меня же всегда видео с какой-то полезняшкой, с полезностью. Поэтому сегодня мы с вами также поговорим о трех прикольных рецептах, которые один основываются на другой, на третьем, а именно рецепты смесей приправ, которые вы можете использовать как для выпечки, как для горячих напитков, так же и для мяса. Что у меня здесь? Апельсин. Апельсин это не мандарин, конечно, но, как говорится, из той же серии. Правильно? Апельсинчик. Его стружечка просто невероятный аромат. То есть даже стружка мандарина не даст такой сильный аромат, как стружка апельсина. Поэтому стружку апельсина используйте в вашей выпечке, используйте в приготовлении свечей, кто делает свечи, и так же в приготовлении мыла. И это будет невероятный запах, который вам будет уже напоминать о чем-то зимнем. Что вам усилит напоминание вот этого вот запаха, это бленд. Вот это бленд, о котором мы поговорим, это бленд готовый. Я сама его не делала. Я покупаю и пересыпаю в большой упаковке вот в такую баночку, использую потом просто вот реально везде. Сразу могу сказать, моей семье это не очень нравится, но вот лично мне это приходится очень по вкусу, и, возможно, это придется по вкусу вам и вашей семье. Я вообще люблю приправы, видите, все, что с этим связано. Поэтому давайте поговорим сегодня про основные вот такие три ингредиента, и вот из которых мы с вами сегодня будем составлять наши, так сказать, бленды. Итак, приправы. Основа любой рождественской приправы является два ингредиента, которые идут в самой большой массе. Это корица и имбирь. Cinnamon, Ginger. Две основные два ингредиента, без которых вообще ни один другой микс не будет вообще иметь никакого значения. Это будет обычная приправа. Итак, если вы это делаете отдельно, покупая отдельно все приправы, либо если вы покупаете уже готовые миксы, которые уже называются All Spices, или, например, Masala, я не знала, Masala это индийская приправа, которая в себе уже содержит смеси практически всего того, о чем мы сейчас будем говорить, но с какими-то еще своими добавлениями. Если вы не можете найти какой-то All Spices или приготовить сами, вы можете найти Masala, если у вас есть, и Masala, в общем-то, в составе будет иметь все то, о чем мы сейчас будем говорить. И вот это, кстати, Masala. Я ее использую. Итак, два ингредиента. Без них ничего не существует. Поэтому сегодня мы поговорим про три приправы, три микса для трех основных блюд. Или вы даже можете их так назвать. Вы можете их сделать в маленьких баночках и подарить своим друзьям. Это, кстати, к той идее о подарках, которые мы обсуждали в последнем видео. Кто не видел, приходите, смотрите. Итак, первая приправа будет называться «Приправа к яблочному пирогу». Но яблока без корицы, как вы знаете, не существует. В данном случае мы с вами обсуждаем же рождественский яблочный пирог. Поэтому записывайте рецепт. Столовая ложка корицы. Записали? Отлично. Чайная ложка имбиря. Чайная ложка мускатного ореха. Все это размешали или насыпали в маленькую баночку и вот так вот стряхнули. Вот вам и готова приправа для яблочного пирога. Так она и называется. Приправа для яблочного пирога. Рецепт номер два, с которым я делюсь сегодня с вами. Рецепт тыквенного пирога. Который вы можете использовать не только для пирога, а и для горячих напитков, осенних горячих напитков. Итак, записываем. Столовая ложка корицы. Чайная ложка. Правильно. Имбиря. Чайная ложка мускатного ореха. И внимание. То, что отличает этот рецепт от предыдущего. Чайная ложка гвоздики. Естественно, мы говорим о перемолотой гвоздике. Не та, которая идет в гвоздиках. Итак, это тот важный, важнейший ингредиент, который вы добавляете в свой кофе. Пампкин латте. Который здесь все так обожают во время сэнксгивинга. Прекрасно. И сейчас мы записываем с вами третий, самый волшебный рождественский рецепт смеси для выпечки. Джинджер брэд. Рецепт смеси для имбирного пряника. Пишем, друзья мои, пишем. Столовая ложка корицы. Столовая ложка имбиря. Чайная ложка мускатного ореха. Чайная ложка, догадались правильно, гвоздики. Ну и что будет отличать, ну помимо пропорций, эту смесь, не поверите, пол чайной ложечки черного молотого перца. Итак, друзья мои, секреты раскрыты. Я желаю вам горячего, вкусного, ароматного Нового года. Кому Рождества, кому Хануки, потому что даже при Хануки, когда мы готовим много разной выпечки в масле, мы можем прекрасно добавлять все эти приправы. Это будет просто, как говорится, amazing. Волшебный вкус, волшебный аромат, который останется с вашей семьей, с вашими детьми на всю жизнь. И не только запах мандарин будет сопровождать ваших детей в будущем, ну и вас самих. Мы, конечно, не обсудили с вами в этом видео какие-то сладкие вещи для украшений, но вы понимаете, что все выпечка сладкая, которая делается, абсолютно все крема, которыми покрываются тортики и капкейки, украшаются зимним орнаментом, елочками, цветными присыпочками. Это тоже часть украшений, конечно, приправой это не является, но я все-таки решила, что тоже нужно об этом вспомнить. Итак, мои дорогие друзья, с вами была Инна, и с вами был канал по будням с Инной. Тем из вас, кому интересно, о каких еще темах мы будем говорить на этой неделе и на следующей, заходите, пожалуйста, на мою одноименную страничку в Фейсбуке по будням с Инной. Там у вас будет все расписание, там вы можете присоединиться, и буквально в течение суток я вас присоединю к этой группе, вы сможете там писать и оставлять свои комментарии, смотреть видео, которых нету на канале, узнавать новости, которых тоже вы не видите на канале, и просто можем с вами там общаться. Поэтому, дорогие мои, прошу всех вас, приходите в гости на мою страничку, смотрите предыдущие видео из рождественского декабря прошлых лет и нынешнего года. Буду рада видеть вас всех там, буду рада видеть ваши комментарии. А на сегодня это все. Хо-хо-хо! С наступающим Новым Годом! Всем вкусного и ароматного Рождества! До встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!